иду я по этому центру лондона друзья и просто душа поет какая красота да дорого все до высокие налоги но здесь есть хоть какая-то компенсация за все эти расходы имеешь возможность имеешь возможность любоваться этой красотой и жить в этой красоте смотрите какие скульптурные композиции на к скульптуры на дани и она просто изгибаются эти улицы какая красотища и часто встречаются такие между домами проходы узкие можно выпасть с одного с одной это широкая улица на другую срезов через такой проходик камера все-таки не передает вот этой мягкости всех красок в любую улицу ты поворачиваешь и везде поддерживается стилистика безумной красоты там узенький проход вы видите как раз между домами вроде невзрачный но он так обыгран и там переход идет в ту же улицу ресторанчиков магазинчиков это регион это регион стрит мы идем по улице регион нескончаемая вереница красоты архитектурных изысков подсветки игры света плюс добавок еще реклама добавляет свои краски ну и конечно не хватает потока машин и то сейчас я иду достаточно достаточно активное движение давно вот я практически каждый день гуляю и не было столько машин может быть объясняется тем что завтра у нас выходной государственный государственный праздник поэтому сегодня как своего рода такая пятница и люди уже хотят чувствовать это вкуса выходных я немножко проведу вас покажу вам эту красоту Продолжение следует... В удовольствие, в удовольствие просто ходить по Лондону. Это мое самое любимое занятие здесь. Я, конечно, люблю работу, которую я здесь делаю, но гулять – это что-то невероятное. Сейчас мы с вами подойдем к Oxford Circus, станции метро и Oxford Street. Так, что-то столько велосипедистов, как будто карантин уже закончился. Но многие... Вот там поехал парень на велосипеде – разносчики еды. То есть они экономят... У них нет, например, своего мотоцикла, потому что разносчиками часто набирают со своим транспортным компанией. То есть у тебя должен быть какой-то мотоцикл или транспортное средство, и вы просто разводите. И вам за каждую доставку платят. И они экономят... Во-первых, экономят на бензине. Во-вторых, у него нет, например, своего мотоцикла. На велосипеде все-таки выгоднее, но более затратно с точки зрения физических своих собственных ресурсов. Apple и Microsoft здесь магазины расположились тоже. Вот этот магазин «Канада Гусс». Здесь раньше постоянно протестуют зеленые защитники животных, потому что в этом магазине продаются достаточно дорогие такие куртки с перьев канадского гуся. И защитники животных, они протестуют, и постоянно там на углу, возле этого магазина у них постоянные протесты. Они с плакатами зеленые стоят, там окровавленные животные, чучело у них, все что угодно, чтобы привлечь внимание к себе. Подходим мы к красивому перекрестку Оксфорд. Стрит и Реджент Стрит. Здесь уже закончим с вами видео. Надеюсь, оно небольшое было, но надеюсь, оно вам понравилось. Поставьте лайк, если вам нравится вся та красота, которую я пытаюсь перенести для вас через камеру. Желаю вам всего хорошего, приятного вечера. Подписывайтесь на канал. Я буду снимать для вас видео о Лондоне, о жизни. И постараюсь давать вам максимум позитивных, хороших эмоций, насколько это возможно с помощью видеоблога. Всем счастливо! Тем пока! Увидимся в следующем видео! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok